В данном уроке куб сечения ThinMotion, но обо всём поподробнее. Всем привет! С вами Джонник Икс. Перед нами окно программы с подготовленным объектом. Откроем куб сечения. Слева сверху жмём на треугольник. Выбираем Volumes объёмы, Sections – сечение, Sections Cube – сечение куба дословно, но по аналогии это уже не плоскость, это куб сечение. Левой кнопкой мыши перетаскиваем на полигон. Внизу появились настройки куба, а именно Enabled – включён да или нет, Color – цвет, Thickness – толщина и Invert – инвертировать. А теперь применительно к зданию. Расположим куб в части здания – объекте. Как можно заметить, то, что попадает в куб, исчезает. Увеличу размер куба до габаритов здания или объекта. При необходимости куб можно выключить, если на полигоне планируется дальнейшее появление элементов цены. Люди, растения или автомобили, ну и прочее. Цвет на вкус и цвет. В общем, товарищей нет. Выбирайте по желанию и всё же рекомендую оставить чёрный, так как именно он лучше всего выделяет разрезы. Но Thickness – толщина куда приоритетнее. По умолчанию 50 см, то есть по 25 см от места сечения, окрашены в чёрный цвет. Для утончённости достаточно 6-15 см толщины, чтобы рассмотреть элементы здания. Инверт. И есть инверт. Инвертирование. Попавшая в куб часть здания становится видимой, а остальное пропадает. Однако куб слишком уникален, чтобы резать им лишь дома. Ландшафт – посмотреть на подземные коммуникации, или же заключить мини-сценку в форум. В общем, вариантов много. А на этом всё. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok